Но по первой задаче, я честно скажу, я не постесняюсь этого слова. Я в ***. Просто в ***. Пойдём, пойдём. Продолжение следует. Сегодня 2 апреля 2020 года. Московское время 11 часов 35 минут. И мы начинаем шоу «Что, где, когда?» математиков на самоизоляции. В сегодняшней игре принимают участие Борис Трушин, преподаватель математики онлайн-школы Фоксфорд. 100-бальный репетитор Эрик Ковалёв. Ведущий и популяризатор физики в России Дмитрий Побединский. Руководитель проекта Школкова Максим Коваль. И доктор физико-математических наук и блогер Алексей Саватеев. Против знатоков сегодня играет мощная команда авторов задач. Пётр Земсков, математика и фокусы. Wild Mathing. Иван Горбань, бигдейта мегафон. Павел Маслов. Андрей Райгородский, МФТИ. Дмитрий Иванов, учусь онлайн. Ольга Лукашонок, тьютер онлайн. И Андрей Павликов, математик МГУ. А оценивает решения знатоков злой дух Дмитрий Соколов. Господа, пару слов о правилах и мы приступаем. Вам предстоит решить задачи трёх типов. Первый – это обычная задача. Но её командное обсуждение даётся 10 минут. После чего я выбираю знатока, который за 5 минут рассказывает её решение. Второй тип задач – это блиц. На три задачи в общей сложности даётся 10 минут. Распределение по времени, по задачам, неважно. Решает строго один участник, которого я назову. Если все три задачи решены и приняты злым духом, то плюс одну очко команде знатоков. Иначе плюс одну очко команде авторов задач. Господа, есть ли у вас вопросы сейчас? Всё, ясно. А в какой момент задавать вопрос по задаче? Сразу после озвучивания, если он есть? Да. А у нас будет таймер? Нет? Будет. Сейчас вы всё увидите. Чайная пауза будет. Чайная пауза будет. Ну что, друзья, мы готовы. Вот вам первая задача. На её решение у вас 10 минут. Поехали! Есть девять одинаковых на вид монет, одна из которых фальшивая и весит меньше настоящей. Также есть трое двухчашечных весов. Двое исправны, а одни сломаны. Сломанные весы показывают произвольный результат, не связанный с весом монет. Он может быть как верным, так и искажённым в любую сторону. Какие весы сломаны – неизвестно. Как за четыре взвешивания определить фальшивую монету? За три. За три взвешивания мы можем определить… Нет, тоже не можем. Если все дадут одинаковый результат, мы ничего не определим. Мы не определим даже взвешенные… Ну то есть мы определим, что это результат. Ну вот да, мы не выявим фальшивые весы, да, получается? Не выявим, не сможем выявить. Обычно либо делят на три, на три кучки по три, либо как-то пронумеровать это. Кажется, всё понятно. Давайте я попробую сказать решение, а вы скажете, правильно ли оно у меня. Три плюс три, как обычно, но на двух весах. На каких, Аль, ну ладно. Ну, на каких на двух весах? Мы сейчас два раза делаем. На одних, на вторых каких-нибудь. В смысле на одних и тех же или постоянно меняют? Если они одинаковые, результат показывают, мы понимаем в какой тройке. Да, один… Вот мы смотрим. Если мы делаем три плюс три, а одни и те же, допустим, первая, вторая, третья, четвёртая, пятая, шестая, ставятся на одни весы, а потом то же самое на другие. Дальше одно из двух. Первый вариант состоит в том, что результат одинаковый. Тогда это результат верный. И мы уже знаем, в какой тройке находится фальшивая монета. Если результат неверный, то мы знаем, что последние весы правильные, и за два взвешивания всё определяем на них. Далее. То есть, да, если разные. Ага. Если на первых весах результат одинаков, и мы, соответственно, знаем уже в какой тройке, то мы повторяем то же самое, только с один плюс один из этой тройки. Кажется, всё. Угу. Да-да-да. Четыре получается, да? Максим? Четыре. Нет. А, подожди. А-а-а! Нет, если… Подожди. А если второй раз результат будет разный, то что ты будешь делать? Нет-нет, смотри, когда ты второй раз делаешь, да, пускай результат разный. Пока. Ты по один-один сравнил, и если там разный результат, то мы не знаем, кажется, ничего, да? Не знаем, да-да-да. Нет, давайте начнём с этого и будем думать. А если мы по три монеты положим и положим сразу на трое весов, у нас там может вообще быть такая ситуация, что они все разные получились, все разные веса показали? Нет, но это… если мы используем три взвешивания тремя монетами, то мы уже не сможем ничего сделать в случае, если там… ну, ни в каком практически случае, потому что только в одном случае сможем, если одни весы покажут не то, что двое других, а если все трое покажут одинаково, то хрен мы что-то получим. И у нас два… Мы можем решить задачу, когда у нас есть всего три монеты и два взвешивания, да? Да, и не знаю, какие весы правильные. То есть у нас три монеты, два взвешивания и неизвестно, какие весы правильные. Просто так пять получается взвешивания, да? Я так понимаю. Ну, многовато, да. Получается пять пока. Пока получается пять. Ну да, вот пока пять. Какой-то ещё приём нужно применить, вот что-то… Можно представить в начале… Да, использовать как-то те, которые мы нашли уже точно, которые настоящие… Но если они показывают одинаковые, то мы не знаем, какие настоящие-то… Вот именно что? Нет-нет, мы же нашли тройку с фальшивой, значит… Нет-нет, мы уже знаем шесть настоящих, да. Да, тройка с фальшивой есть, значит… Ну, знаем шесть, да. А вы переживали, что Эннет будет лагать, мы вообще не двигаемся тут, просто не говорим. Да мы лагаем пока что больше, чем Энтон. Время, господа. Время. Вердикт духа. Задача не принята. Слушаем правильное решение от Дмитрия Иванова. Итак, я весы буду называть буквами А, В и С. У нас есть девять монет. Расположим их в виде таблицы три на три. Три строки, три столбца. Сначала сделаем следующее. Взвесим на весах А набор из трех монет первой строки и набор из трех монет второй строки. Какой-то из этих результатов будет легче, либо они будут равны. Если какой-то из результатов, то есть какая-то из трех будет легче, то мы эти монеты перенесем на первую строчку. Если они будут одинаковые, то тогда получается, в предположении, что весы А исправны, что тогда легкая монета среди оставшихся трех, и тогда мы их перенесем на первую строчку. То есть, в первой строке у нас будут те три монеты, которые, по мнению весов А, содержат легкую. Аналогично взвесим на весах теперь В. Тройку монет из первого столбца и тройку монет из второго столбца. Если какая-то из них легче, то мы эту тройку расположим тогда в первом столбце. То есть, может быть, у нас в первой строке они немножко поменяются местами, но неважно. Главное, что в первой строке будут все те же три штуки. Так вот, легкий столбец мы поставим на первое место. Если эти весы показывают, что первый и второй столбец одинаковые по весу, то если предположить, что они правильные, по их мнению получается, что легкая монета в третьем столбце, тогда мы его поставим на первое место. Таким образом, в нашей таблице в первом столбце будут три монеты, среди которых, по мнению весов В, находится легкая. Ну, а теперь мы эти монеты пронумеруем, чтобы было удобнее. Один, два, три – это те монеты, среди которых, по мнению весов В, легкая. И один, четыре, семь – это те монеты, среди которых, по мнению весов В, легкая. Значит, А показали нам, что один, два, три – легче всего из строк, а Б – что один, четыре, семь из столбцов. Мы произвели два взвешивания. Теперь возьмем и на весах С взвесим пару два, три и пару четыре, семь. Какие могут быть результаты? Вариант первый. Два, три окажется легче, чем четыре, семь. Мы не знаем, какие весы неправильные, но мы видим, что такой результат противоречит тому, что показали весы В. Потому что, по мнению весов С, легкая монета среди монет два, три. А по мнению весов В, легкая монета среди монет один, четыре, семь. Кто-то однозначно врет. Значит, какие-то из этих двух весов неправильные. Но в этом случае мы тогда можем быть уверены, что весы А правильные. А значит, легкая монета на самом деле среди тех, которые показали весы А. То есть, легкая – это монета один, два или три. И мы произвели треть перевзвешивания. Мы знаем, какие весы правильные, и мы знаем тройку монет, среди которых легкая. Здесь, взвешивая, например, первую и вторую, мы определим, какая на самом деле монета легкая. Если один легче, чем два, то тогда один легкая фальшивая. Если один тяжелее, чем два, тогда два легкая фальшивая. Если один равно два, то тогда получается, что легкая монета номер три. Фальшивая она. Вот четыре взвешивания, результат определен. То есть, монету мы нашли. Если С покажет, что два, три наоборот тяжелее, чем четыре, семь. То это будет противоречить показаниям весов А. Потому что С говорит, что среди этих двух монет легкая. А говорит, что среди вот этих трех пересечений нет. Так что кто-то из них врет. Но кто врет, мы не знаем. Главное, что весы В в таком случае говорят правду. Врет-то кто-то А или С. Значит, у нас правильные весы В. И легкая монета на самом деле среди монет 1, 4, 7. Повторяем предыдущее рассуждение. Мы взвешиваем, например, 1 и 4. Если 1 легче, чем 4, то 1 легкая. Если 1 тяжелее, чем 4, то 4 легкая. Если 1 и 4 равны, значит легкая та, которую мы не взвешивали. То есть, 7. Четыре взвешивания, нашли монету. И, наконец, если С покажет, что монеты 2, 3 и 4, 7 по весу равны, то тогда, какой бы мы пару не взяли, у них в пересечении будет монета 1. То есть, что мы, если предположим, что А и В весы верные. А говорят о том, что монета легкая среди 1, 2, 3. В говорят о том, что легкая монета среди 1, 4, 7. Если они и те, и те верные, то значит легкая монета на самом деле на пересечении этой строки из столбца, то есть 1. Если верные весы А и С, тогда получается, что легкая монета среди первой строки 1, 2, 3. Но при этом 2, 3 и 4, 7 равны, поэтому среди этих легких нет. Значит, это 1, 2, 3, но не 2, 3. Значит, это монета 1. Ну, и аналогично, если верные, это В и С. По указаниям В легкая монета в этом столбце. Но С говорит, что это не 2, 3 и не 4, 7. Здесь легких нет. Значит, это первый столбец, но не 4, 7, то есть 1. Значит, во всех трех случаях, какую бы мы пару ни взяли, у нас получается, что легкая, то есть фальшивая монета номер 1. Вот так в этом случае даже не понадобилось четвертого взвешивания. Тут обошлись тремя. Но в этих случаях действительно 4. Так мы за 4 взвешивания определили, какая монета фальшивая. К сожалению, 1, 0 в пользу авторов задач. Недавно подписчик спрашивает меня, стоит ли продолжать заниматься олимпиадами по математике уровня Всероса? Или бросить их? Вроде как продвинутая математика нужна разве что профессорам, ученым с зарплатой 20 000 рублей в месяц и популяризаторам математики в шоу «Флес». Мой ответ такой. Однозначно стоит продолжать. Сегодня математика открывает огромные перспективы и высокие зарплаты в бизнесе и в анализе данных. Сильные олимпиадники на расхват в технологических компаниях. За примером далеко ходить не надо. Это та же команда Big Data Megafone, партнер нашего шоу. Им нужны математики-олимпиадники, готовые применять в работе теорию вероятностей, комбинаторику, матан и линейную алгебру. Чтобы попасть в команду, студентам достаточно пройти акселератор Big Data и там научиться применять свои навыки в реальных продуктах компании. А куда идти аналитикам данных с опытом работы, напишу в описании к видео. Кстати, Борис Викторович, вот к вам вопрос. В «Форте Боярд» тоже была монетка. Что вам помогло эффективно решать задачи на «Форте Боярд»? У меня не очень эффективно на «Форте Боярде» было. У меня так себе эффективнее было у остальных. Не знаю. Как сделать эффективнее? На самом деле сложности, как точно все говорят. То есть взять время, подумать немножко самому может помочь. Вообще да, было бы удобно лютить остальных. Теперь, к счастью, такая возможность есть, потому что пять минут человек-презентующий может всех замьютить и сам говорить уже начать. И сейчас у нас снова появится такая возможность. У нас следующая задача о принцессе-похитительнице. Господа, у вас 10 минут, и время пошло. Так, давай уже снимать, Оль. Ну, давай. Нормально у меня видно? Опять ты в этой майке. Наташа, это математика, на меня никто не смотрит. Ну, тебя же пригласили в математическое шоу. И кто там будет? Павликов, Трушин, Побединский. А Саватеев будет? Ну, конечно, будет. Ты там не надо переодеться. Все, я готова. Итак, моя задача. Принцесса похищает математиков по одному и предлагает сыграть ним в такую игру. Она расставляет все натуральные числа от 1 до n квадрат, где n больше единицы, в клетке таблицы размером n на n. И математик должен вычеркнуть строку и столбец так, чтобы сумма всех оставшихся чисел была четной. Если он сможет так сделать, то принцесса его освободит. Ну, а если нет, то оставит у себя. Так вот вопрос. Честно ли играет принцесса? Всегда ли такое возможно? Ну, он в этот момент уже знает, да, n? Когда ему нарисовывали? Ну, да, да, да. То есть, понятно, что эта задача просто про расстановку ноликов и единичек, да? Нам же только четность важна. А четность чередуется, да, квадратов? Чет не чет, чет не чет, да? Да, 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 да. Надо посмотреть на четность всей суммы. При каких n она четная? Всегда, она всегда четная. Она четная через раз. Сейчас, секундочку, да. 1, 2, 3, 4 – сумма четная. А 1, 2, 3, 4 и так далее до 9 – не четная. Ну, если n четная, то и сумма будет четной. А если не четная, то не четной. Вот. Что-то они какие-то сложные для 10 минут все. Это не как Ford Boyard, а? Да, Алексей Владимирович, вы правы. Здесь задачи сложнее, чем в Ford Boyard. Послушали фидбэк зрителей, которые сказали, что мы хотим жести. К сожалению, зрители хотят, а страдаете вы. А кто что думает? Хотим строить такой пример остановки, в котором всегда вычеркивали и в теканях чет? Да, я пытаюсь. Я пытаюсь и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 придумать контрпример. Смотрите, коллеги. Я, кажется, придумал, когда у нас это нечетное n. Первое. Мы понимаем, что не важны сами числа, а важны только их остатки при делении на 2. Поэтому все четные заменим на нолики, все нечетные заменим на единичку. Первый случай. Если n нечетное число, то предположим, что, как бы мы не вычеркнули, результат будет нечетный. Берем любую клетку, вычеркиваем, и каждый раз результат нечетный. Предположим, что такое может быть. Тогда давайте проделаем эту операцию для каждой клетки и результаты просуммируем. У нас получается n квадрат раз, и каждый раз результат нечетный. Поэтому, когда мы n квадрат раз просуммируем нечетный результат, у нас получится нечетный результат. Так? Окей. Дальше. Если... Давайте теперь это поаккуратнее посчитаем, что же мы сделали. Вот берем любую клетку и поймем, сколько раз мы ее учитывали. Легко понять, что мы ее учитывали вот ровно столько раз, сколько клеток вне вот этого крестика. Да? Потому что, когда мы подходили в этот крестик, мы вычеркивали ее тоже. Значит, для того, чтобы посчитать эту клеточку, нужно пойти в любую клетку, кроме вот этого красного крестика. То есть, каждую клетку мы считали n-1 в квадрате раз. Так? n-1 в квадрате раз. Мы посчитали каждую клетку. А это значит, что сумма всех наших результатов, это n-1 в квадрате умножить на s, где s – это сумма чисел во всей таблице. И что же мы понимаем? Сумма чисел во всей таблице – это величина нечетная, но n-1 в квадрате – это величина четная, потому что мы рассматриваем сейчас случай, когда n число нечетное. Поэтому, другим способом, посчитав сумму чисел после всех операций, да, получилось четное. Противоречие. То есть, с одной стороны, если мы взяли каждую клеточку и вычеркнули крестик, да, и просуммировали это по всем клеткам, то результат нечетный, с другой стороны, результат четный. Пришли к противоречию. Второй случай. Если n – четное, так, то рассмотрим два варианта. Предположим, что в каждой строчке и в каждом столбце у нас сумма четная. Тогда находим клеточку, в которой стоит нолик, вычеркиваем соответствующую строчку и столбец, и получается, что мы вычеркнули четное. Ура, победили! Предположим, что нет, что есть такая строчка или столбец, которая имеет нечетную сумму. Ну, без ограничения общности будем считать, что это вот верхняя строчка, в ней нечетная сумма, а нечетная сумма означает нечетное количество единичек. И дальше мы для каждой клеточки этой строчки вычеркиваем строчку и столбец, вот такой крестик вычеркиваем. Так, давайте посчитаем, что мы понимаем, да, что во всей таблице сумма нечетная, а, сумма четная, потому что мы сейчас рассматриваем четное n, во всей таблице сумма четная. Если мы вычеркнули, осталось четное, значит в крестике тоже четная сумма. И теперь смотрите, что получается. Если вот это вот верхнее число, которое стоит в крестике, которое тут иксик названо, да, если оно ноль, то мы вычеркнули строчку и столбец, и вот тут стоит ноль, в этой строчке верхней, сумма нечетная, так, это значит, что мы предполагаем, что в этом крестике, да, который вычеркивается, сумма нечетная. В строчке нечетная, значит в этом столбце сумма четная. Если мы вычеркнули, когда икс нолик, то мы вычеркнули, то есть этот столбец, вот который написан, да, его сумма обязана быть четной. Так? Вроде так. Теперь, если иксик единичка, если вот сверху вот тут стоит единичка, и мы вот так вычеркиваем, и вот в этом крестике сумма нечетная, а в верхней строчке сумма нечетная, это значит, что в этом столбце сумма нечетная, да, потому что мы единичку два раза посчитали. Получается, что тогда в столбце сумма нечетная. Ну и получается, что если мы просуммируем по всем столбцам, то у нас что? Каждый нолик даст четное, а каждая единичка даст нечетное. Но единичек у нас в этом столбце нечетное количество. А это значит, что если мы просуммируем по всем столбцам, то получится, что сумма в таблице нечетное число. Но сумма в таблице четная, потому что n четная. Что скажет дух? Задача принята! А теперь объяснение задачи от Ольги Александровны. Итак, ответ. Да, принцесса играет честно. А какую же стратегию надо выбрать, чтобы выйти на свободу? Если n будет четным, то математику нужно вычеркнуть строку и столбец такие, чтобы сумма цифр в них была четной. Ну а если же n будет нечетным, тогда надо вычеркнуть строку и столбец такие, чтобы сумма цифр в них была нечетной. Вот и все. Уверена, с моей задачкой вы справились. Желаю вам победы! Ваша Ольга Александровна. Один-один, знатоки, авторы. Поздравляю, господа! Ура! Друзья, пришел черед и вам поломать голову. В паузах дадим вам пять задач, решение которых вы сможете написать в комментариях к видео. Первые пять человек, решившие все задачи или максимальное количество задач. Верно, получат от нашего партнера, компании Мегафон, облачный мегадиск на 500 гигов. Чтобы мы вас нашли, ставьте комментарии с хэштегом Methylation и вашим ником в Телеграме. Далее, решение задач пишите в ответе на свой комментарий. Первая задача будет уже в следующей паузе. А пока давайте посмотрим, как справятся с очередным заданием наши математики на самоизоляции. Максим Олегович, к вам вопрос. Нужно ли математику уметь хорошо считать? Как вы думаете? Да, на днях как раз занимался этим, обожаю просто. У меня специальный стикл для этого есть, блюющий на доске. Я вчера и воспользовался! Надо считывать, да. Надо считать. Вот сейчас как раз, господа, у вас появится такая возможность, ибо тут придется немножко посчитать. Поехали. Муха и паук путешествуют по прямой, совершая шаги одновременно и дискретно. Каждую секунду муха совершает перелет длиной 1, либо направо, либо налево с вероятностью 0,4, либо остается на месте с вероятностью 0,2. Паук всегда двигается навстречу мухе, совершая шаг длиной 1. Паук и муха стартуют с расстояния D друг от друга, где D равно 1 с вероятностью 0,4, и равно 2 с вероятностью 0,6. Каково ожидаемое время, которое потребуется для того, чтобы муха приземлилась на паука? Учитывайте, что муха приземлится на паука только если по окончании хода они окажутся в одной точке. Ой, тервьер! Бля! А не паук прямой. Это просто на две задачи, единички и двоечки решить и умножить на 0,4 и 0,6. Смотрите, я предполагаю, давайте кого-нибудь из них прикрепим. И просто, ну пускай этот самый паук стоит, а муха, ну понятно, да? Ходит на 1,4 либо 0,6 и на, ну понятно, что да? Чтобы за двумя не следить. Нет, не очень. Потому что паук все равно... Если он слева, то и справа, там разные получаются. Нет, все равно, он же навстречу движется. Давайте попробуем написать производящую функцию, а? Смотрите, пусть п со значком 0, ну п 0 равно 1, это значит, что вероятность, что они встретились, если они уже в одной точке. То есть если она уже сидит на нем и его насилует. А если они на расстоянии d, то вероятность их встречи обозначим за pd. А вот если 2... А, тут... А, блин! А, тут невероятность! Тут время! А, смотри, я правильно понимаю, что если расстояние 1, получается, что с вероятностью 0,4 он его сразу съел, да? 0,2! Если расстояние 1, то муха должна остаться, то паук должен скакнуть в ее сторону. Паук всегда скачет в ее сторону, а муха остается вероятностью 0,2, значит, 0,2. Да, 0,2. 0,2! Значит, получается, вероятность 0,2 съедает за одну секунду, да? А если он ее не съел, то расстояние снова равно единице, да? Правильно? Да, 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 плюс 0,8 за тезис. Вот, по-моему, мат ожидания вроде легко почитать. Получается, что... Да, мат ожидания... Мат ожидания равно 0,2 плюс m минус 1 умножить на 0,8. Так? Ну, да, типа того. Мы все получаем. m равно 0,2 плюс 0,8m минус 0,8, то есть 0,2m равно отрицательному числу. Да, какая-то херня. Что-то не так. Сейчас, секундочку. У меня тоже получилось так, сейчас. Вот первую же секунду это 0, да? Это t равно 0. Или что это считается? t равно 1. Какое время? Вот когда вообще все начинается? За одну секунду. За единичку съел. То есть пока через секунду, да? Через секунду с вероятностью 0,2. 0,2 на то, что она через секунду. Там с двойкой будет либо не изменится расстояние между ними, либо они съедятся. Ну, типа, если муха скакнет в сторону паука, а паук всегда скотч в сторону мух, то, с вероятностью там 0,4m, они в первую секунду встретятся. А если стоит паук в ее сторону, то опять с расстояния 1 переходим, да? Да, 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 да. Мы переходим в задачу номер 1, да. Это три всего положения. Либо мы в задачу номер 1 переходим, либо мы съедаемся, либо мы оставляем, остаемся на задачу номер 2. Ну, то есть, когда они скакали... Так, а в 1 какое мы от ожидания? Что-то я запутался. А, так не м минус 1, а м плюс 1 там. М равно 0,2 на 1 плюс м плюс 1 на 0,8. М равно 5. Все, отлично. Идем теперь вторую быстро решаем. Значит, если д равно 2, то м2 равно... Проверяйте. То есть, 0,4 плюс 0,2 на 6, 0,4 плюс 0,2 на 6, плюс 0,4 на м плюс 1, на м2 плюс 1. Поэтому м2 равно... Соответственно, тут вот надо быстро... 0,6 на м2 равно 0,4 плюс 1 и 2 плюс 0,4, правильно? 0,6 м2 равно вот этой сумме. То есть, 6 м2 равно 4 плюс 12 плюс 4. Это что, 20, да? М2 равно 26... Правильно, да? 10 третьих. Да. Значит, ответ 4. Твой вердикт, дух. Принято. А теперь решение от Ивана Горбаня. Давайте предположим, что муха и паук находятся на расстоянии единицы. Тогда мы можем записать от ожидания времени до встречи следующим образом. То есть, от ожидания времени до встречи при расстоянии единицы равно от ожидания... Равно тому, что муха полетит налево. И тогда это единица плюс то же самое от ожидания. Либо что муха полетит направо. Тогда они поменяются местами с пауком. И тогда это то же самое от ожидания плюс единица. Либо единицы, если муха будет стоять на месте, а паук ее догонит. Мы можем выразить тогда мат ожидания времени вот таким образом. И оно равно единице делить на 0,2 в итоге. А если они на расстоянии двойка, то действуем таким же образом. Муха у нас может полететь либо налево, либо направо, либо остаться на месте. Тогда, если она летит налево, у нас получается, что расстояние также остается двойке равно. Плюс ко времени мы добавляем единицу. Если она летит направо, то они встречаются с пауком. Я сейчас предполагаю, что паук у нас справа, муха слева. Либо, если она стоит на месте, то расстояние сокращается до единицы. У нас появляется мат ожидания при условии D равно единице. Плюс одна секунда, которая прошла. Выражаем отсюда мат ожидания T при D равно 2. Получается вот такая формула. И получаем, что мат ожидания T при D равном 2 это 2 делить на 0,6. А дальше, собственно, мы знаем, что с вероятностью 0,4 у нас расстояние между ними единица, а с вероятностью 0,6 двойка. Получаем, умножаем полученное мат ожидания на 0,4 и на 0,6. Получаем 4. 2-1 в пользу знатоков! Хе-хе-хе-хе-хе! Имеется цепь из 3000 звеньев. Каждое звено весит 1 грамм. Какое минимальное количество звеньев нужно расковать, чтобы из получившихся частей цепи можно было составить все целые веса от 1 грамма до 3000 грамм. Раскованные звеньевы также весят 1 грамм. А мы двигаемся дальше. И теперь у меня вопрос к Дмитрию Михайловичу. Дмитрий Михайлович, скажите, вот на ваш взгляд, нужно ли физику знать математику? Нужно, конечно, да. Помогает ли физика в математике? Ну, в некоторых ситуациях да. Ну, иногда математические какие-то модели, они имеют очень далекое физическое... Ну, не имеют какого-то физического воплощения. В зеркальной симметрии там какие-то свойства квинтики невероятные открыли именно физики. Алгебрические геометры вообще не бум-бум были в этом. Просто они были в *** полном от того, что это произошло. И кроме того, у Ферельмана доказательство очень физично, как я знаю, хотя я его сам не могу понять, я не способен. Так что физическая интуиция очень сильно помогает математикам. Сейчас у нас будет еще три задачи формата БЛИЦ, которые достанутся Дмитрию Михайловичу. Физика здесь может помочь. Это мой бенефис получается? Хорошо. Внимание, первый вопрос. Существует ли окружность, на которой имелась бы ровно одна рациональная точка? То есть единственная точка, у которой обе декартовые координаты рациональные числа? В учебниках геометрии за 10 класс часто приводится задача составить из 6 равных отрезков 4 правильных треугольника. Внимание, вопрос. Как, повторяя ту же идею, возможно, несколько раз, составить из 10 равных отрезков 10 правильных треугольников? Любые два отрезка могут иметь общие точки лишь на концах отрезков. Деревни Алексеева и Борисовка разделены двумя параллельными реками разной ширины. Смотрите на рисунок. На каждой реке нужно поставить по мосту так, чтобы путь из одной деревни в другую был наименьшим. При этом мосты перпендикулярны берегам. Внимание, вопрос. Как это сделать? В общем, есть у нас две реки. Я их сейчас сделаю следующим образом. Я их сейчас, ширину этих рек уменьшу до нуля. То есть у меня, получается, будет вот от деревни А, или какая там, я не помню точно, деревня, и потом река нулевой толщины, потом еще другая река нулевой толщины, и деревни Б. Соответственно, я провожу прямую, так как это кратчайшее расстояние между двумя точками. И дальше я обратно создаю ширину рек. Ну и, соответственно, у меня получается именно точка, где я должен построить мост на первой реке, это вот здесь, а точка, где я должен построить мост на второй реке, это вот здесь. Но они будут потихальными, и, соответственно, так как по реке мы движемся, ну, давайте, я это изображу, да, то и кем мы движемся перпендикулярно, то, соответственно, ну и кем, естественно, это и есть кончайшее расстояние от одного берега до другого. Каким бы путем мы ни шли, нам придется шагать по мостам, которые обозначу КЛ и МН. Давайте же, сохраняя перпендикулярность берегам, отложим эти отрезки от точек А и Б вот таким вот образом. Хм, получается, что путь из А в Б не может быть короче, чем сумма А1 плюс А1Б1 плюс Б1Б. Запишем это неравенством. Отрезки А1 и КЛ равны, ББ1 и МН тоже. Поэтому неравенство ломаной приобретает вид АК плюс ЛМ плюс НБ не меньше, чем А1Б1. Притом правая часть, константа, она не зависит от того, где мы построим мосты. При каком же условии достигается равенство? То есть при каком условии левая часть достигает минимума? Это возможно только если отрезки АК, ЛМ, НБ параллельно прямой А1Б1 или лежат на ней. Значит, мосты нужно строить вот здесь, в точках пересечения А1Б1 с береговыми линиями, обозначенными буквами Л и М. Это такая должна быть окружность, собственно, которая соприкасается с осью горизонтальной вот в этой точке, в нижней. А, соответственно, центр ее находится... Ее центр имеет координаты 0 корень из 2. У нас получается уравнение окружности. Какое уравнение окружности? х квадрат плюс у плюс корень из 2 в квадрате равняется... А, не-не-не, да, равняется корню... Равняется 2. Вот. И если мы раскроем... Нужно доказательство иррациональное... Вот! Доказательство иррациональное... Вот давайте раскроем скобки. Хорошо. Раскроем скобки. х квадрат плюс у квадрат плюс 2 корня из 2 у плюс 2 равно 2. Получается х квадрат плюс у квадрат плюс 2 корня из 2 у равно 0. И вот. Если получается х и у равно 0, то все сходится. Ну, если... Ну, да. Действительно. То есть, получается, вот если мы вот это уравнение возьмем, то тогда, если х и у рациональные, то тогда уравнения не сходятся. То есть, они не могут быть решениями этого уравнения. А, соответственно, хоть какое-нибудь из них должно быть иррациональным. Может ли центр волшебной окружности из условия задачи иметь две рациональные координаты? Нет, поскольку окружность симметрична относительно центра. И уж если прошла через одну рациональную точку, пройдет и через другую, а две многовато будет. Хорошо. Попробуем поставить центр в точку корень из 2 у ноль. Абсцисса иррационально. Выберем радиус корень из 2. Тогда окружность пройдет через начало координат, рациональную точку. А симметричная ей точка 2 корня из 2 у ноль рациональной не является. Замечательно. Но что насчет других точек, коих бесконечное множество? Предположим, что есть другая рациональная точка, отличная от начала координат. Уравнение нашей окружности выглядит вот так. Раскроем скобки и выразим корень из 2х. Если х равен нулю, то у равен нулю, и мы про это решение уже знаем. А если х не равен нулю, то корень из 2 равен сумме квадратов, х и у делены на 2х. И если предположить, что х и у рациональная точка, то рациональное число в квадрате рационально, сумма рациональных чисел рациональна, знаменатель тоже рационален и не равен нулю. Получилось так, что корень из 2 равен рациональному числу, поэтому исходное предположение неверно. Стало быть, верно обратное утверждение. Никаких других рациональных точек у окружности нет, и она удовлетворяет условия задачи. Принято, есть. Блин, простите, простите, простите. Простите. Я мало спал, наверное. Что такое четырехмерная какая-то четырехмерная штука, да? Так, значит, это в объеме, в четырех измерениях остов симпленкса, даже так. Ну вот, у нас получается раз, два, три и четыре, допустим. Вот получается четыре треугольника. Мы их так создадим. Но их получается восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять, десять. Это не получается. Блин. Несколько раз составить. А, несколько раз составить. То есть, получается, у нас есть тетраэдер, а потом мы к нему еще достраиваем несколько тетраэдеров, да, получается. Мы достраиваем, тут у нас получается шесть, потом еще вот так мы достраиваем раз, два, три, девять. Получается еще раз, два, три. Так, раз, два, три, четыре. И потом еще что-то нужно достроить. Не знаю, по центру провести, допустим. Получается 10. Вот так, нет? Нет, 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 не получается. 1, 0, 1, 1, 1, соедини попарно. Попарно соединить. Что это значит? То есть вот так, вот так, вот так, вот так. Так, еще раз. Подсказка в самом вопросе. Какую геометрию изучают в 10 классе? Пространственную, то есть стереометрию. Какой же прием нужно повторить? Выход в пространство. На плоскости из 6 равных отрезков 4 правильных треугольника не соорудить. Но увеличивая размерность пространства на единичку, обнаруживаем правильный тетрайдер, который удовлетворяет условию. А повторяя прием еще раз, находим 4-мерный аналог правильного тетрайдера. Вот его двумерная проекция. 5 вершин. Сколькими способами можно выбрать 2 вершины из 5? 10. И это количество ребер. Сколькими способами можно выбрать 3 вершины из 5? Тоже 10. И это количество двумерных граней. Правильных треугольников. Вот он и ответ на вопрос. 4-мерный тетрайдер. Принято! Серьезно? Как это так? Спасибо вам огромное. Слушайте, я бы не справился один, конечно. Задача о нечестной монете. Играем в «Орел-решка», но монетка нечестная. Мой орел выпадает с вероятностью 0,55. Играем четное количество партий. Чтобы победить, нужно выиграть в более половины партий. Вопрос в том, сколько партий вы захотите сыграть, если хотите повысить шансы на победу. Ну что, господа, приступим к следующей задаче. И тут вам достанется немножко геометрии. Привет от «Одиозного деда». Дан равнобедренный треугольник с углом при вершине 20 градусов. Это вообще замечательный треугольник, который дарит нам множество задач. Из вершины А проведен отрезок АД, который образуется с основанием угол 60 градусов. Из вершины С отрезок СЕ, который образует с боковой стороной 50 градусов. И вот здесь образовался вот такой уголок неизвестный. Угол называется ЕДА. Угол ЕДА. Вот его-то надо и найти. Но, большущая просьба, попробуйте за то время, которое вам отвели организаторы, найти решение без тригонометрии, без теоремы косинуса, без теоремы синуса. Попробуйте. Желаю успеха. Время пошло. Ёкарный бабай, а. Так, а что надо сделать? АДБ равнобедренный, да? А-а-а, не-не-не, это 60. А, значит, вот это у нас получается равнобедренный? Так еще равнобедренный, да? А, там прямой угол в середине, в середине прямой, видите? Ну, 60 на 30. Вот этот маленький ЕЦА, это 30 градусов. Может, как-то можно доказать, что вот это, там образуется четырехугольник, который можно вписать в окружность как-нибудь. Там сумма противоположных углов, там, равняется 180. Может быть, может быть, но непонятно почему пока. Да. Пока не видно, почему она должна быть. Есть такое подозрение, что АЕ равно ЕД. Но что-то я не могу понять, как его, это самое. Если бы это было так, то мы бы знали, что там тоже 20. И все. Но как это доказать, что АЕ равно ЕД в этой картинке? Ну что, подождите-ка. А чему равняется АДЦ угол? 40 градусов, да? АДЦ 40 градусов, да. Ах, зараза, ну ладно. Ну я из 50 внутрь провожу какую-нибудь, чтобы был равномедренный, 20 откладываю. Соответственно, там внутри получается какая-нибудь АЦ, Ф, БС, 300, и дальше надо смотреть. А, чтобы они были одинаковые, да, как бы, ну, симметрично вот это вот. Симметрично АД, короче, да? Вот, вот, и там нарисовывается, если Ф между Е и Б, у меня получается вписанный четырехугольник АФ, АФД, АФДЦ. И там сейчас, видимо, что-то должно происходить дальше. Осталось 5 минут, и я прошу взять слово Максима Олеговича. Так, ну куча всего понаотмечали, да, здесь 20. Он равнобедренный, 50, 30. Здесь 20. Да, соответственно, так. Что я сделал? Я из этих 50, так, а найти нужно вот этот вот черненький уголок. Ф, Б, А. Так, я из этих 50, соответственно, отложил вот эти 20. Вот, понятно, как-то криво у меня. То есть вот эти 20, значит, вот здесь 30. А, Ф, Д, Ц вписанный у меня. Здесь 80, здесь 40. Так, значит, здесь 40. Значит, 60, здесь 60. Значит, здесь 80. Вот здесь 80. Значит, Ф, Б, Д тоже равнобедренный. Значит, Ф, Д параллельно А, Ц. Тогда, если продлить вот так, то у меня сейчас вот эти. Так, мне, например, нужно узнать вот этот уголок. Потому что вот этот известен, Ф, Д, А известен, он у нас будет Ф, Ц, А. Это будет 60, да? Так, у меня еще Ф, Б. Так, Б, Д. Треугольник равнобедренный равно вот этому. И вот это равно Б, Ф. А еще 20, 20, Б, Ф равно вот этому. Так, помогает мне, что у меня вот этот отрезок равен вот этому отрезку. Блин, где-то близко здесь. Если писаный четырехугольник есть, где-то близко. Сейчас. Так, это же перпендикулярно, 30, то есть вот это равно вот этому. 20, а тут 70, тут 70. Так что тут тоже 20. Блин, вообще не хочется уже этого делать, конечно, не считать. 120, тут такого не произойдет. Блин, я не знаю, просто, вот, просто, если бы я решал, было бы время, я бы сейчас стирал бы все и делал бы другое до построения. Я не знаю, добивает это или не добивает. Озвучиваю Алексея Владимировича. Да полный... Это ответ, а не вопрос. Время подошло к концу. Есть ли какой-то ответ? Ну, берем 30, не знаю, да. Потому что, может быть, неплохо, чтобы АК была параллельно ДЕ. Ну, а теперь мы попробуем рассмотреть наше решение. Вот интересно, какое же вы решение нашли? Вот у нас равнобедренный треугольник. Если угол при вершине 20, стало быть, угол А и угол С по 80. Значит, вот здесь 20, а вот здесь 30. Хорошо. И вот мы проводим дополнительное построение. Отложим такой отрезок СМ, чтобы вот здесь образовался угол 60 градусов. Мы понимаем, что отрезок МД будет параллельный, потому что у нас отложены... Ну, можно доказать равенство вот этих треугольников по трем сторонам, да? По двум сторонам углу между ними. И эти треугольники будут равны. Ну, и стало быть, у них одинаковые высоты, и прямая МД находится на одном и том же расстоянии от основания. Стало быть, она ему параллельна. Итак, вот здесь угол 60, то есть вот этот уголок 30. И обратите внимание, 30 и 60 в сумме дают 90, на третий угол остается 90 градусов. Да, ребята? Так, 90 градусов. Дальше этот треугольничек равносторонний. Почему? Потому что здесь 60, здесь 60, здесь 60, здесь вертикальные углы 60. Прямая МД параллельна основанию, значит, накрест лежащий по 60, тут 60. Одним словом, все углы по 60, стало быть, он равносторонний. Этот треугольничек равносторонний. Давайте сюда поставим точечку О. О. Возьму обратно белый мел, плохо видно. И сделаем одно дополнительное построение. Выдели его синим. Вот оно. Проведем отрезок ОЕ. И обратите внимание, треугольник АЕО будет равнобедренный. Почему? Да потому что в нем вот этот отрезочек является высотой и медианой. А почему медианой? Да потому что вот этот отрезок вот здесь, в этом треугольнике, и высота, и медиана, и бисектриса по 30 в равнобедренном треугольнике. Стало быть, вот этот отрезок делится пополам. И вот этот отрезок, маленький вот этот, видите, он и медиана, и высота. Значит, вот этот треугольник равнобедренный. Значит, вот здесь уголок 20 градусов. 20 градусов. Теперь смотрите. Если бы нам удалось доказать, что синяя сторона равна красной, то у нас бы задача очень сильно продвинулась. Вот давайте потратим на это время. 80 и 60, 140, вот этот уголок, 40 градусов. Вот в этом треугольнике, видите, 40 градусов. Дальше. 20, 20. Вот этот сколько? 108, 100, 40. Значит, смежный с ним 40, вот этот угол 40 градусов. Треугольник ЕОМ равнобедренный. Значит, синенькая сторона равна красной. А теперь, внимание, синенькая сторона равна красной. И вот он узенький равнобедренный треугольник. Внешний угол 20. Внешний угол равен сумме двух других, несмежных с ним. Два угла Х равны 20 градусов. Значит, каждый из них по 10. Наш угол-ответ 10 градусов. Очко уходит команде авторов. И со счетом 3-2 в пользу знатоков мы уходим на перерыв. Однако Максим Олегович на перерыв не ушел. А вместо этого решил добить задачу. Вот что из этого получилось. Вот это все, что было найдено, все, что отмечено. Все, вот теперь ответ. Вот здесь мы посчитали. У нас же бисектриса 70-70, правильно? И вот этот угол мы тоже посчитали. 40, правильно? У нас все посчитано. А теперь что это такое? Это 70-70, то есть вот тут внутри 40. 40, все, вот он последний. Вот он, вписанный четырехугольник, так? Потому что вот здесь 140, здесь 40 и здесь 40, правильно? Ну, все. А у нас же что было? У нас же вот это получилась равнобедренная трапеция, которая, вот эта точка ее, правильно? То, что я специально провел. F, D, C, A, равнобедренная трапеция. Так значит бисектриса проходит через нее. Все. Бисектриса 10 опирается на одну хорду. Десятка это 10, все. То есть вписанный четырехугольник, он уже был посчитан. 70-70-40, 40. Вписанный четырехугольник и через эту точку, как раз которую я создал. Есть шесть гирек массой 1 грамм, 2 грамма, 3, 4, 5 и 6 граммов соответственно. Есть шесть бирек, на которых написано 1 грамм, 2 грамма, 3, 4, 5, 6 граммов соответственно. Бирки случайным образом приклеивают к гиркам. Вопрос. За какое наименьшее количество взвешиваний на чашечных весах можно убедиться, если среди надписей хотя бы одна неправильно приклеенная? Ну что ж, господа, добро пожаловать с перерыва. У нас счет 3-2 в пользу знатоков. И мы переходим к следующей задаче, на которой у вас 10 минут. Задача о разборчивой принцессе. Поехали! Добрый день, уважаемые знатоки. Предлагаю вам решить задачу о принцессе. Король решил выдать свою дочь замуж и пригласил женихов со всего королевства. И наказал дочери выбрать среди них самого богатого. Собралось 100 претендентов царевичей-королевичей. Выстрелились они в случайном порядке и стали их по одному к принцессе приглашать. Принцесса может или принять предложение, и тогда все оставшиеся сразу уезжают, либо отказать кандидату, но тогда он разворачивается, уезжает и больше не возвращается. После этого приглашают следующего кандидата. Вопрос в том, какой стратегии придерживаться принцессе для того, чтобы выбрать лучшего жениха, и какова будет вероятность этого выбора. Это Гусейн-Задевская задача. Есть книга Гусейн-Задев, задача разборчивой невести. Единственная проблема, что я эту книгу не читал. Тут условие очень нечеткое. Что значит, мы хотим выбрать лучшего или как-то... Да, мы хотим выбрать лучшего жениха. Я понимаю, что они просто, ну, есть какой-то параметр один, и просто он рандомно распределен. И ей нужно выбрать, да? Да, богатство. Параметр богатства. Ну, а распределение вот это вот рандомное среди всех. Нужно максимального выбрать, получается. Как я всегда детям предлагаю, давайте попробуем решить задачу для трех. Если у нас всего три человека, мы умеем решать такую задачу? Ну, мне кажется, надо брать второго. Я не понять, лучше. Когда ты от трех, просто второго. Да? Ну, типа, первого пропускаем. Первого пропускаем точно, а второго выбираем, если он лучше, чем первый. Случайно. А если хуже, то и тогда получается вероятность, типа, две трети, да? Да, 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 две трети. Нет, выигрываем с вероятностью две трети. Мне кажется, надо, типа, треть пропускать, а потом смотреть того. Ну да, понятно, что надо ждать некоторое время, а потом брать первого, который будет лучше всех, действительно, все равно, наверное, так. Ну, не то, что понятно, но это одна из стратегий. Нет, смотрите, получается, что для трех игроков у нас вероятность половина оказалась. Потому что там шесть исходов, из трех из них мы выбираем лучшего. Так, а если, например, у нас для N, для N, например, найти самого богатого мы можем с вероятностью P, добавляется N плюс первый, да? Типа мы на первого смотрим, первый приходит, и мы его либо сливаем, либо не сливаем, а среди оставшихся умеем находить за P. Время, господа. Время, к сожалению. Господин ведущий, а вы можете вот сказать, какая идея была правильная и вызвать того человека? А вот хороший вопрос. И поэтому как раз я и вызову вас, Эрик Рашидович. В общем, мы выбрали для троих стратегию такую, что мы берем, пропускаем всегда первого, всегда пропускаем первого, мы его динамим, потому что не хотим, не хотим залететь сразу, хотим залететь попозже. Тогда что мы делаем? Мы, если второй круче первого, то мы его выбираем. И мы, ну тоже напоследок не оставляем. То есть мы не оставляем напоследний, потому что мало ли он там самый бедный, а у нас уже был вариант лучше, чем первый, по крайней мере, мы хоть что-то, да, ну, поимеем. То есть у нас будет нормальный вариант, он точно лучше, чем первый, точно. Не факт, что он лучше, чем второй, что он лучше, чем третий, но он может быть лучше, чем третьим. Давайте я не буду много рассуждать, потому что я дальше буду говорить ***. Вот. В общем, тогда предположение, оно примерно такое. Взять количество, взять чуваков, вот этих 100 челиков, разбить их на группки по три. Вот. Давайте ***. Первую, вот эту вот, одну третью мы вообще пропускаем, мы ее полностью динамим, она нас не интересует. Так, вторую треть, вот из второй трети, вот как только первые три прошли, первые три как только прошли, мы будем брать челиков, которые, вот первый, который попадется лучше, чем все предыдущие, мы его будем брать. То есть первый, который лучше, чем все предыдущие, из этой одной трети, и потому что на последнюю треть мы не надеемся. Так, и что мне нужно еще сделать? Вероятность оценить. Оценить вероятность. Вероятность, так, но если здесь она у нас была половина, половину мы здесь выбрали. Но понятно, что для четырех это уже не сработает, потому что, когда четверка встает вперед, это точно все уходят. Когда тройка встает вперед, ну и понятно, не все делится нацело, там, на три, даже сто не делится нацело на три. Ну, давайте скажем, давайте я скажу, что это примерно 33%. Примерно треть. Согласен ли дух с ответом и решением? Да, согласен. А теперь посмотрим разбор от Павла Маслова. Лучшей стратегией для принцессы будет рассмотреть несколько первых кандидатов, запоминая при этом среди них максимум, а потом взять первого попавшегося жениха, который этот максимум превысит. Вопрос в том, на какой последовательности, какой длины нам стоит обучаться. Взять тут половину кандидатов или треть, или что-нибудь еще. Допустим, к принцессе приходили женихи с деньгами 500, 100, 200, 350, приходит тысяча. Приходит кандидат, у которого больше, чем предыдущий максимум, и на самом деле в каждый такой момент мы должны решать. Оставляем мы этого кандидата, выходит принцесса за него замуж, или мы продолжаем копить дальше, обновляя наш максимум. Давайте рассмотрим две вероятности. Пусть у нас есть вероятность G от S. Это вероятность выиграть в текущий момент, взять правильного жениха, при условии, что этот кандидат лучше, чем предыдущий. То есть невеста жениха берет. И вероятность H от S. Жениха пропускают, и уже с шага S плюс 1 действует по оптимальной стратегии. Вероятность выиграть в таком случае. Соответственно, если прикинуть графики этих функций, то у нас получится, что G от S функция возрастает, а H, наоборот, монотонно не возрастает, ведет себя как-то примерно таким вот образом. И в итоге наша задача сводится к тому, чтобы найти вот эту точку пересечения. Наименьшее S, при котором G будет больше, чем H. Для этого нужно найти выражение для обоих функций. Для того, чтобы сделать это для функции G, нужно воспользоваться методом математической индукции, рассматривая кандидатов с конца. Прийти, на самом деле, к простому выводу, что G задается линейной функцией. Получается, что G это S, деленное на N. А вот H от S поинтересней. Для того, чтобы H от S оценить, мы давайте скажем, что пусть наша звездочка, лучший жених, попал в какое-то положение с номером K. А попадает он в это положение с вероятностью 1N, в любое положение. Чтобы выбрать именно его, в течение предыдущих рассмотрений не должно появляться претендента со значением, который превышает максимум. То есть, можно сказать, что максимум для всех значений K-1 должен попадать в нашу обучающую выборку. А вероятность этого S, деленное на K-1. Тогда, итоговая вероятность, при попадании звездочки в положение K, мы перемножаем 1N и дробь S, деленное на K-1. Но это при одном положении лучшего кандидата. А он у нас может располагаться в любом положении, начиная с S плюс 1 и заканчивая N. Поэтому мы должны просуммировать наше выражение по K от S плюс 1 до N. И вот это у нас выражение для H от S. Красота задачи заключается в том, что при больших значениях N, вот эту сумму, которая у нас получается внутри скобки 1 на S, плюс 1 на S, плюс 1 на S, плюс 1 и так далее, плюс 1 на N. При больших N эта сумма заменяется натуральным логарифмом LNN делить на S. И тогда мы берем все наше выражение, выражение для H, выражение для G, подставляем в наше неравенство. Нас остается все сократить и получить ответ, что S должно быть больше, чем N деленное на экспоненту. В случае N 100 человек кандидатов получается, что N больше, чем 36,7, то есть принцесса должна рассмотреть 37 кандидатов, а после этого брать первого попавшегося, кто превысит текущий максимум. Вариантность успеха при этом будет сдаваться той же самой формулой для H и будет составлять 37%. Счастливо! Ответ принят! И это близкий к правильному ответу. Достаточно близкий, что его можно засчитать. Вопрос. Существует ли непрерывная на интервале от 1 до бесконечности функция такая, что до левого х больше единички, выполняется вот такое интегральное уравнение? Что делаем дальше? Дальше мы решаем задачу БЛИЦ, командный БЛИЦ от Хитмана. У вас есть 15 минут, чтобы всем вместе решить три задачи. Мы будем слушать вас и принимать ваши ответы по мере того, как вы будете их находить. Поехали! Пусть число АНН – это произведение всех чисел в Н-ной строке в треугольнике Паскаля. Найдите такой предел, где в числителе произведение чисел АН-1 и АН-1, а в знаменателе АНН в квадрате. Большая свеча стоит 60 рублей и сгорает ровно за 1 час. Маленькая свечка стоит 11 рублей и сгорает за 11 минут. Вопрос. Какую наименьшую сумму денег надо потратить на эти свечки, чтобы с их помощью отмерить ровно 1 минуту? В обычном календарном году 365 дней, а в високосном – 366. Вопрос. Существует ли прямоугольный треугольник, который можно разрезать на 365 одинаковых прямоугольных треугольников? Может, как-то разделим задачки? Кто-то хочет взять первую, например? Я хочу вторую. Я первую! Я первую попробую! А что за третья задача? Подожди, а что за условия вообще? При чем здесь блот? Если я беру прямоугольнички с отношением сторон 5 к 73, и из них складываю большой прямоугольник. Из таких прямоугольников размером 5 на 73, чтобы диагональ разбивала пополам. Тогда у меня в таком большом прямоугольнике прямоугольников 5 на 73 таких. Если разбивать их по диагональке, то треугольничков 10 на 73. Ну и режу по диагонали, получается половина треугольников. Да ладно, и все? Подожди. Ну, если я беру такие вытянутые прямоугольнички маленькие... А какая разница, какого-нибудь размера? Не, ну они должны быть такие же, такого же размера. Чтобы я брал 5 на 73, чтобы диагональ проходила через... разбивала пополам. Не-не, не получится. Так получилось бы, то число бы... 365 было бы треугольным, а оно не треугольное. Оно бы должно было представляться, как n на n плюс 1 пополам. Точность треугольничков просто так не получится. Надо их как-то... Если делать, то они должны смешно склеиваться. Дмитрий, у меня, в общем, не получается. Кроме двух больших и один с половиной. Не, у меня получается одна большая и 8 маленьких. Вот там вот такая история. Вот я могу показать сейчас. Там получается, что сначала... Ну вот мы зажигаем одну большую 60 минут. И, собственно, 6... Ну и по очереди 5 маленьких. А потом, когда, собственно, последнее нужно включить... 55 минут прошло. Мы две зажигаем 11-минутных. И, соответственно, одна прогорает. Вот. И у нас получается две 6-минутных свечки. Соответственно, в дальней... И когда закончится 60-минутная, мы зажигаем 11-минутную. Вот. Соответственно... Но тушим. Тушим одну свечку 6-минутную. И ее оставляем в запас. Тушить нам никто не запрещает. Соответственно, 6-минутная прогорает. И 11-минутная прогорает. У нас остается 5-минутная свечка. И в итоге у нас есть 5-минутная свечка. И потушенная 6-минутная. Соответственно, мы зажигаем 6-минутную. И прогорает 5-минутная. Остается 1 минута. 148 рублей получается. Да. То есть получается, что можно залезть ниже, чем дает диафантово уравнение, да? Ну, это просто... Тут просто фишка в том, что я... Тут не сказано, что нельзя тушить свечки. Итак, у нас есть два вида свечей. Большая стоит 60 рублей и сгорает за 60 минут, и маленькая, стоимость 11 рублей, сгорает за 11 минут. Давайте сразу убедимся, что как минимум одна большая свеча нам нужна, иначе у нас с вами только 11-минутные свечки, из которых непонятно, когда их останавливать. Покупаем одну большую, зажигаем ее и одновременно зажигаем маленькие. Соответственно, тем самым мы можем отмерять 11-минутные отрезки на этой большой свечке. Я буду вычитать специально, каждый раз по 11, чтобы видеть, сколько этих свечек я использовал. Понятно, что дальше 49-11 это 38, 38-11 это 27, 27-11 это 16, и 16-11 это 5. То есть мы с вами умеем отмерять 5 минут, а значит, если мы такой цикл повторим дважды, то получим 10 минут, а у нас с вами есть 11. Но во сколько нам это обойдется? Одна большая и уже 5 маленьких, да еще такой цикл, это еще одна большая, еще 5 маленьких, и потом еще одна маленькая, чтобы 2 по 5 из нее вычесть. Кажется, что это очень много, тогда давайте попробуем схитрить. Вот если здесь 5 минут, а здесь 11, значит мы можем получить 6 минут. Соответственно, зажигаем маленькую, из нее 5 минут можно вычесть, останется 6, но мы потеряли большую свечку. Поэтому, чтобы нам эту информацию использовать, одновременно вот здесь зажигаем 2 маленьких. И у них, у обеих, соответственно, ровно по 6 минут. А что дальше? А дальше нам нужно использовать 2 шестерки и вот эту 11. Но все понятно, теперь что мы с вами делаем? Мы тушим одну из этих двух, например, вот эту. И зажигаем вот этот осадочек и вот эту 11. Тогда, соответственно, получаем, что 11 минус 6, это как раз дает нам 5. И вот теперь зажигаем эту и зажигаем эту. 6 минус 5 дает нам ровно 1 минуту. Ну а теперь считаем. Большая была одна, маленький. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, соответственно, получаем 60 плюс 11 умножить на 8. 148 рублей. Супер, решение принято. Да. Так, я запутался, я запутался в этих бинамиальных коэффициентах хреновых. У меня много каких-то сокращений, но не могу понять, докуда они сокращаются. Так что, если кто может, помогайте с бинамиальными коэффициентами. Да, давай, тоже попробую, давай. Потому что что-то третья дичь какая-то. Смотрите, почти дорешались. Смотрите, что получается. Это отношение, если я не ошибся, равно n-ой степени выражения n плюс 1 факториал, n минус 1 факториал, делить на n факториал в квадрате. Вот если я нигде не ошибся, проверяйте. То то, что с нас три... А? Е получается, е или одна е-то, я забыл, в какую сторону я считал. Либо е, либо одна е-то, это получается. Да-да-да, что-то близкое. Смотри, от... n на n плюс 1 у нас... Сейчас. Леш, я вот посчитал не этот весь агрегат, а отношение двух соседних. И получилось n факториал делить на n плюс 1 в степени n. Да, то есть здесь будет n плюс 1, а делить на n просто, да? А, а, так получается е. Чисто е, 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 получается, да. Получается е. В этой задаче мы ищем такой предел, где число а-н это произведение всех чисел, стоящих в n-ой строке в треугольнике Паскале. А что это такое? Это просто биномиальные коэффициенты. Поэтому запишем. А-н это есть произведение, чего чисел вида c из n по k, и k пробегает от 0 до n в 7 целые значения. Но заметил сразу, что при k равно 0 мы получаем множество и равно единичке. Это самый первый коэффициент. Значит, его можно не писать. Произведение от этого не изменится. Но теперь мы с вами должны как-то здесь выразить а-н, постараться через а-н минус первое. Соответственно, нам нужно получить здесь n минус 1, здесь k минус 1. Значит, нужно как-то поработать с этими коэффициентами. Что такое c из n по k? Это n факториал, разделить на k факториал и внушить на n минус k факториал. Теперь давайте заберем отсюда n, выделим отдельно, соответственно, n минус 1 факториал. И, соответственно, отсюда заберем k. Тогда, соответственно, k внушить на k минус 1 факториал. И, соответственно, n минус k. Вот. И тогда, что это получается? Дробь сначала вида n длительного к, а дальше вот эти оставшиеся числа дают нам в точности коэффициент c из n минус 1 по k минус 1. Да, соответственно, мы наше произведение преобразуем таким образом. Это есть дробь n длительного к умножить на c из n минус 1 по k минус 1. Теперь вынесем все вот эти множители за знак произведения в числителе n одинаковых множителей вида n. Познанавливаем все числа натурально от 1 до n. Это просто n-фотериал. И остается в произведении чисел вида c из n минус 1 по k минус 1, k от 1 до n. Но если мы теперь домножим это произведение на 1, то ничего не поменяется. А что значит на 1? Значит, мы говорим, ну давайте поставим нумерацию теперь такую. Произведение k от 0 до n минус 1. Ничего не поменяется. А n на самом деле есть не что иное, как n в степени n разделить на n фотериал и умножить на a с иноцом n минус 1. Ну и все замечательно. Тогда мы с вами выразили. Получается а n через а n минус 1, а значит отсюда выражаем а n минус 1. a n минус 1, это есть n в факториал разделить на n в степени n умножить на a n. Ну и точно так же мы с вами пишем, что нам нужно теперь a n, это есть, получается, n плюс 1 в факториал разделить на n плюс 1 в степени n плюс 1 умножить на a с иноцом n плюс 1. Ну замечательно. Теперь давайте посмотрим, чему же наши пределы. Давайте обозначим, скажем, буквой b. Значит, b равен пределу при n стремящейся к бесконечности. Чего? Ну давайте посмотрим. Так, соответственно, отсюда мы легко можем выразить a n плюс 1. Это будет у нас с вами то, что нужно, поскольку a n у нас с вами в квадрате знаменатель. Значит, сначала a n минус 1, это n в факториал разделить на n в степени n умножить на a n. И, соответственно, здесь мы говорим, это есть a n умножить на n плюс 1 в степени n плюс 1, деленную на n плюс 1 в факториал. Все, у нас с вами a n пропадает, остаются просто очень хорошие числа. Предел при n стремящейся к бесконечности. Так, в числителе n в факториал умножить на n плюс 1 в степени n плюс 1. В знаменателе, соответственно, n в степени n и n плюс 1 в факториал. Здесь мы с вами на n в факториал сокращаем, остается в знаменателе число n плюс 1. И сокращаем один раз n плюс 1 в числителе знаменателя. И тогда получаем предел при n стремящейся к бесконечности. В числителе n плюс 1 уже останется в степени n, а в знаменателе n в степени n. Понятно, что если у нас одинаковый показатель, то мы возводим степень n, дробь, n плюс 1, n на n. Здесь выделяем целую часть. Выделяем эту целую часть и получаем, что это 1 плюс 1, n на степень n. Ну, конечно, все первокурсники знают, что это такое. И все математики тоже это прекрасно знают. Это число е. Ответ е. Остался только треугольник, да? А правильно я понимаю, что в третьем его можно только так нарезать? Не, вот так не получится. Так получилось бы... Не получится, не получится, да. Дим, Дим, так получится, если бы 365 было бы треугольным числом, а оно не такое. Там пример, как думаете? Или все-таки пример, да, наверное? Там, наверное, способ. То есть там есть какой-то наверняка метод. Я не понимаю, почему 365 и 366. Ну, может намек условно на индуктивное построение плюс 1 добавлять. А на что, как разложено раскладывать 365 там? 5,73, а 366, 6,61. Из трех можно сложить, да? И три не треугольное число, и из них получается. Поэтому надо как-то, как-то, как-то по-хитрому их складывать. Если это можно. Но, блин, 365 – долго. Сейчас, а не удастся нам... Не удастся нам сейчас, просто я не знаю, получится, не получится. Ну, то есть, условно, отрезать, высотой отрезать такой же, который будет получаться потом среди твоих трех. Или там противоречие какой-нибудь с неравенством треугольника сразу. Ну, то есть, условно, да, можем ли мы подогнать тот отрезанный так, что мы высотой отрезаем плюс 1 всегда, а потом делаем твое, вот на 3. Мы можем 1 разбить на 5. На 5 одинаковых. 1 на 5 одинаковых. На 5 как-то разделить, да, нужно. Даже понятно. А как на 5? Кто умеет на 5? Делаем подобие и среднюю линию. Сначала из... А они подобные, они подобные получаются. Нет, они 5 одинаковые получатся. Если мы из прямого угла проведем, будут подобные. А в большом треугольнике среднюю линию нахерачим. Не, подожди, подожди. Они разные будут. Гипотенуза одного будет качеством другого. А, надо катеты подобрать такие. На 5 не получается. Не-не, надо катеты подобрать. Время! Есть ли ответ? Борис предложил вот такую штуку. То есть у него треугольник. Он говорит вот так, да, вот здесь, и вот так. Вот три равных, так. Я не вижу проблемы в том, что, пока не увидел, в том, что... Что я смогу подгонять размеры своего треугольника так, чтобы когда вот здесь я отрезал высоту, а потом делал вот такую же историю, которая мне нужна, чтобы у меня вот здесь вот эти были равны вот этому. Потом я беру вот этот, подгоняю нужный размер следующего и высотой отпиливаю еще кусочек. И индуктивно буду догонять. Ну... Не-не-не, высотой точно не получится. У тебя же это... Вот то, что ты нарисовал там, это то, что Эрик предлагал. А там катет совпадает с гипотен... То есть катет второго, это гипотенуза первого. Итак, мы хотим разделить исходный прямоугольный треугольник на 365 одинаковых прямоугольных треугольников. Первый важный факт, который вы хорошо знаете, что если в прямоугольном треугольнике провести высоту из вершины прямоугла, то она поделит его на два подобных треугольника, и они будут подобно исходному. Теперь вопрос, как исходный треугольник в принципе поделить на какое-то количество одинаковых треугольников. Давайте для примера рассмотрим такой треугольник и скажем, вот давайте один из катетов разделим на несколько одинаковых отрезков. Ну, примерно на три. Показали, что они одинаковые. Тогда, если мы второй катет также разделим на три одинаковых отрезка, соответственно, это уже будет по одной трети от второго катета, то, проведя через эти точки прямые параллельные сторонам треугольника, мы получим сразу много нужных нам хороших треугольников. Да, а именно сейчас с вами увидим сколько. И проводим вот так. Здесь и здесь. Мы получили один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять треугольников. Теперь давайте поймем, что девять это не случайное число, это три в квадрате. А три это, соответственно, число отрезочков, на которые мы поделили наши катеты. Но все понятно. Значит, все эти треугольнички маленькие, подобные исходному, и коэффициент подобия, соответственно, равен одной трети. Да? И мы их получили девять. Замечательно. Теперь нужно один треугольник поделить на какое-то свое количество одинаковых треугольников, а другой на какое-то свое. Ну, пускай мы с вами были исходные катеты А и В, тогда получается, что это гипотенузы двух новых треугольников, а именно вот этих двух. И нам нужно следить за этим отношением. А к В. Причем, если эти числа целые, то как раз все у нас с вами хорошо и получится. Хорошо, говорим, насколько нужно делить. Но здесь нам нужно сделать катеты во сколько в А квадрат раз меньше получается, а здесь в В квадрат раз меньше, да? Значит, мы должны искать вот А квадрат и В квадрат, и должны нам дать, в конце концов, 365. Это ровно столько треугольников, сколько нам нужно. Ну, это мы с вами легко можем сделать, да? Вот здесь на А квадрат поделить, а здесь на В квадрат треугольничков. Почему мы с вами это можем сделать? Ну, давайте поговорим. Что нам для этого нужно? Нам нужно просто взять и поделить каждую из сторон на А частей. Да? Каждый катет и гипотенузу соответственно. И это мы с вами точно умеем делать. Теперь осталось проверить, есть ли у этого уравнения решение в целых числах. Ну, если вам знакома картина сельский учитель, то, конечно же, вы знаете, что это можно сделать. Что там есть? 10 в квадрате плюс 11 в квадрате плюс 12 в квадрате равняется 13 в квадрате плюс 14 в квадрате. А это что такое? А это просто 365. А, значит, ответ – да, это можно сделать. И, соответственно, вот у нас есть такое хорошее разбиение. А, значит, берем и делим здесь на 13 кусочков, а здесь, соответственно, на 14. Было близко, но это очко уходит в команду авторов. Даны натуральные числа – 2020 и N, причем N меньше тысячи. Жители города, население которого составляет 2020 человек, организовали несколько клубов так, что в каждом клубе не менее N членов, а каждый горожанин состоит хотя бы в N клубах. При этом нет двух клубов, состоящих из одних и тех же людей. При каком наименьшем K обязательно найдутся такие K или менее клубов, что каждый горожанин состоит хотя бы в одном из них? Знаете, что такое катарсис? Да! Что, Ройгородский, что ли, сочинил? Это то состояние, в котором Леша находится все время. Катарсис – это ***, да? После которого наступает просветление. Давайте посмотрим, наступит ли у вас просветление после вот этой задачи. Задача. Есть страна лингвистов. В этой стране живет M-человек, M. Да, если кто вдруг не понял, лингвист – это человек, человек – это лингвист. Языки – это числа. Один, два и так далее, N. Каждый лингвист знает ровно три языка. Так, теперь будет некоторое… Еще одно обозначение. Я очень боюсь, что кокнет. Вот, моя задача – не кокнуть. Вот, что такое вот это K? Что значит максимальное число лингвистов, каждые два из которых могут пообщаться без посредников? У нас всего M человек, всего M лингвистов. Каждый человек – это некоторая тройка чисел, фактически, вот из этого множества. K – это максимальное количество людей среди вот этих вот M, выбранных таким образом, чтобы каждые два из них имели пересекающиеся тройки языков. Понимаете? То есть, K – это обозначение для максимальной, ну, как говорят, мощности, да, множества тех людей, тех лингвистов, у которых тройки, отвечающие им, попарно пересекаются. Каждые две тройки имеют хотя бы один общий элемент. То есть, каждые два человека действительно могут поговорить на каком-то общем языке. Знаете, я, наверное, еще забыл важную вещь сказать – каждый лингвист знает ровно три языка, но при этом разные лингвисты знают разные тройки языков. Давайте допустим, что выполнено некоторое очень забавное, так вот на первый взгляд, даже может быть страшное, кокающее, цепочка неравенств. 11N не больше, чем K, а это, в свою очередь, не больше, чем M пополам. Ужас какой! Утверждается, что в наших условиях, которые я так долго комментировал, количество тех из этих пар, тех пар людей, тех пар лингвистов, у которых тройки языков не пересекаются, то есть, они не могут пообщаться без посредников, у них нет общего языка, который они знают. Вот это количество пар среди всех M на M минус один пополам точно не меньше, чем M умножить на N. Вот такое вот утверждение задачи. Ну чё, товарищ, вот такая задачка. Ой, блин, кто любит эти вещи? Это полная жопа. Вряд ли кто-то существует. Пусть K – максимальное число лингвистов, каждые два из которых могут общаться без посредников. А это дано ещё, что K такое? Докажите, что тогда количество пар лингвистов, которые не могут общаться без посредников… Каждые два из которых могут пообщаться без посредников. То есть, там полный K под граф, да? Тут врубиться в задачу уже 10 минут нужно. Врубиться просто в условия 10 минут требуется. А подождите-ка, получается, разные лингвисты знают разные тройки языков, не существует двух одинаковых лингвистов, правильно? Это означает, что M меньше или равно C из N по 3. Мы можем оценить количество людей. Да, C из N по 3. Но что из этого дальше? Смотрите, у нас из того, что K – максимальное число, которые могут общаться без посредников, значит, у нас нет ни одного полного K плюс 1 под графа. Тогда здесь точно можно сделать сразу оценку на количество ребер. Если ребром мы соединяем тех, кто умеет общаться, то те, кто не умеет общаться… Хорошо, если ты сможешь найти количество ребер, мы решим задачу. Максимальное. Так, ну всё. Теорема Турана для P. Если у нас в графе на N вершинах нет ни одного полного P под графа, то, значит, его максимальное количество реберцев впадает с P плюс 1 дольным графом, в которых примерно одинаковое количество вершин. Примерно одинаковое, значит, либо одинаковое, если делится нацело, либо отличается на единичку. И дальше просто умножается количество вершин. Так, нам же ещё оценку на K надо как-то использовать. Ну, у нас информация про то, что у нас K – это максимальная, значит, у нас нет ни одного K плюс 1… Ну, хорошо, ещё раз. Да-да-да, это я понял, да. Ну, всё, K плюс 1 полного под графа. Тогда у нас максимальное количество ребер – это K плюс 2 доли… К плюс 2 доли, и у нас… Стоп. А, сейчас. А, ещё разочек оценить нужно будет. Потому что K – это от N до N пополам. Сейчас. Да, ещё мы про K что-то знаем. Ещё какой-то одиннадцать тут. Одиннадцать. Это может в конце просто потребуется для оценки. У нас сейчас будет… Нам нужно N поделить на K плюс 2 доли. Вот у них будет, типа, примерно равное. И перемножить количество в каждой доле. Это будет максимум ребер. То есть, не больше, чем N делить на K плюс 2 в степени K плюс 2. Так наоборот же. Вот так, да? То есть, есть граф. На самом деле, есть граф, который… Давайте математически сформулируем ещё раз друг для друга просто целиком. Есть граф, вершинами которого служат тройки. Тройки. Тройные подножества из N элементов. Ну вот, в нём C из N по 3 вершин. Каждая вершина – это тройка. Соединены вершины, которые пересекаются как тройки. Нетривиальным образом пересекаются как тройки. Не пустые. Пересечения у них. И в этом графе есть некий подграф. Вот полный подграф. То есть, мы берём некоторое количество вершин и все ребра, которые их соединяют. И в этом подграфе известно, что максимальная клика имеет размер K. И вот у этого K вот такие оценки. Нужно доказать, что как минимум M умножить на N троек не соединены. Но я не понимаю, как это сделать за 20 минут. Это какой-то *** просто. Я не понимаю даже, на что зацепиться. А как двудольный мы не хотим его рассматривать? Не думаю, что это поможет. Потому что про людей ничего не известно, кроме того, что каждая – это одна из вершин этого вот графа на подножествах и всё. То есть, здесь люди – это как бы лишнее. Тут информация лишняя. Тут просто есть вот подножества, и некоторые из них соответствуют людям. И нам известно, что вот… То есть, это просто подграф. Задача про некий полный подграф. Графа всех вот трёх элементах подножеств с пересечениями не пустыми, как ребрами. И я думаю, что в этот момент про людей можно забывать. Нужно просто доказать, что в этом подграфе вот довольно много… Ну, довольно мало ребер. Тут надо, наверное, использовать то, что К больше или равно чем 11Н. Это довольно круто, на самом деле. Ну, да. Да. Очень много людей умеют друг с другом общаться по сравнению с количеством языков. Потому что каждый знает всего три языка. Там же не так много можно парочек сделать. Угу. Ай, ***, камера. Сейчас. А, нет, всё вот, нормально. Единственная хорошая новость. Время, господа. Есть ли у вас решение? Нет. В общем… А если оно… Нет у нас решения. Ну, нету, да. Так, дорогие друзья, теперь я рассказываю решение этой замечательной задачи. Оно, на самом деле, не безумно гробовое, как можно было бы подумать. Но, конечно, глядя вот на эти страшные условия про 11Н, про М пополам, кажется, что, ну, это вообще смерть какая-то. Вот. Ну, да. Тут нужно немножко, как бы это сказать, графами владеть. Есть у нас вот эти числа 1, 2 и так далее, N, которые символизируют языки. А тройки чисел – это наши лингвисты, да? Вот это на самом деле вершины графа. Самая естественная интерпретация здесь – это рассмотреть M вершин некоторого графа. Тройка, в смысле, тройка чисел от единицы до N, которая составляет множество языков, известных конкретному лингвисту. Так вот, тройка, она же фактически лингвист или человек, суть одно и то же – это будет вершина графа. Вот просто назовем каждую тройку вершиной. Давайте, вершина графа, да? То есть, всего вершин у этого графа, давайте я здесь это зафиксирую, M штук в нашем понимании. M вершин. Теперь, давайте скажем, что две вершины соединяются ребром, если соответствующие тройки не пересекаются. Ну, или иными словами, это пара лингвистов, которые не могут поговорить между собою без посредников. Вот у графа есть такая замечательная характеристика, которая называется число независимости. Давайте я сначала скажу, что такое независимое множество вершин графа. Так вот, независимое множество вершин графа – это такое множество W из V, что нету двух вершин внутри множества W, которые были бы связаны ребром. Ну, давайте, чтобы осознать это определение, я приведу какой-нибудь стандартный пример. Ну, скажем, пусть у нас есть цикл, то есть, если хотите, многоугольник с некоторым количеством вершин. Такая штука, естественно, называется циклом в графе или простым циклом, чуть более строже. Вот. Ну, а на картинке это получается такой как бы многоугольник. Так вот, независимое множество вершин в этом многоугольнике, ну, например, они образуются вот так. Берем какую-нибудь вершину. Мы уже не можем взять ни одну из соседок, потому что тогда образуется ребро. Мы должны взять как минимум через одну. Вот видите, здесь ребра нет, здесь все в порядке. Цепочка ребер, которая соединяет эти две вершины, она существует, но непосредственной связи между этими вершинами нет. Ну, и дальше можно, например, вот эту вершину добавить. Или вместо нее можно было добавить вот такую, любую. Вот. Итого у нас получается три вершины. Это такое, на самом деле, как легко видеть в данном примере, самое большое независимое множество вершин. Самое большое по количеству элементов в нем. Можно было, конечно, оставить к рассмотрению только вот эти две. Даже одну можно рассмотреть, она тоже формально будет считаться независимым множеством. В любом случае, видите, и тут нет ребра, и тут нет ребра, и тут нет ребра. То есть это действительно независимое множество. Повторяю, независимость не в том, что нету связей внутри графа, а в том, что нет непосредственно концов ребер внутри вот этого множества. Вот такое множество называется независимым. Зачем я вводил это понятие? Да, число независимости еще, оно обозначается альфа от G. Это называется число независимости, и это есть просто максимальное количество элементов, стандартно обозначаемое модулем, просто количество элементов в множестве. Вот это максимальное количество элементов в независимом множестве вершин графа. Ну вот, то есть вот в этом примере альфа равняется тройке. Как легко видеть, ну просто вот есть в комбинаторике принцип Дерихле, понятно, что больше чем три вершины в этом графе нельзя выбрать так, чтобы никакие две из них не были связаны ребром. Как только мы что-то новое добавим, ребро обязательно появится. Вот. То есть альфа здесь равняется тройке. Ну а в общем случае оно может быть каким угодно. Например, если граф полный, то есть проведены все возможные ребра в нем, тогда альфа от такого графа вообще равно единице. То есть каждая вершина, как я уже сказал, является по определению независимым множеством, но в полном графе больших независимых множеств, конечно, нету. Каждые две вершины каким-нибудь ребром связаны. Вот. Еще раз. Зачем я вводил все эти понятия? А дело в том, что в нашей задачке про тройки языков, про лингвистов, на самом деле К, помните К, да? Которая лежит в пределах от одиннадцати Н до М пополам. Это и есть число независимости нашего графа. Максимальное число лингвистов, которые могут поговорить без посредников попарно. Каждые двое из которых могут поговорить без посредников. Смотрите, если мы считаем, что ребро нашего конкретного графа проводится тогда и только тогда, когда тройки не пересекаются, то отсутствие ребра – это как раз наличие пересечения между тройками. Ребра нет между лингвистами. Значит, соответствующие тройки языков пересекаются. То есть эти двое лингвистов могут поговорить без посредников. И, соответственно, К, максимальное количество лингвистов, каждые двое из которых могут поговорить без посредников, это и есть число независимости вот этого конкретного графа. Это и есть в точности альфа… Ну, давайте, может быть, я вот здесь вот граф обозначу H. Это вот наш конкретный граф H, у которого вершина лингвисты тройки, а ребра возникают, если лингвисты не могут поговорить без посредников, то есть тройки не пересекаются. Вот тогда наше К – это в точности число независимости этого графа. Как видите, это просто, ну, как бы сказать, наведение некой стандартной терминологии, которая, в общем, совершенно необязательная, а мог без этого обойтись. Но поскольку мне интересно донести до вас какие-то еще дополнительные знания, то вот я вам рассказываю, есть такие понятия в теории графов, есть независимое множество вершин, число независимости, и наше К – это в точности число независимости вот такого графа. Ну, я надеюсь, что это было понятно. Теперь, в чем состоит наша задача? А наша задача состоит в доказательстве того, что количество ребер в этом графе… Количество ребер в этом графе не меньше, чем m помножить на n. Помните, количество паралингвистов, которые не могут поговорить без посредников, то есть паралингвистов – это как раз ребро, потому что они не могут поговорить без посредников. У нас ребра возникают ровно тогда, когда лингвисты действительно не могут между собой общаться, не привлекая какого-нибудь дополнительного переводчика к этому разговору. Соответственно, нас интересует именно количество ребер в этом графе. И утверждается в нашей задачке, что ее условие, то, что альфа, число независимости, лежит в каких-то загадочных пока что пределах, что ее условие гарантирует, что количество ребер будет не меньше, чем m умножить на n. Все, я перевел задачу на язык теории графов. Итак, давайте решать задачу. У нас появилась новая терминология, мы можем в этой терминологии работать. Но у меня безудержность какая-то. Я не могу не использовать при этом всякую шуточную терминологию тоже параллельно. Поэтому я сейчас буду рисовать картину, и на ней, собственно, будет изображено все, о чем мы с вами говорили, там всякие независимые множества и так далее. Но сейчас увидите. Картина. Это, товарищи, множество вершин графа H. Но традиционно этот объект еще называется сарделька. Нарисована сарделька. Такая, которая символизирует множество вершин нашего графа. Но не забывайте, вершины это лингвисты, то есть тройки языков, которые они знают. Я никакие точечки здесь не ставлю, просто условно пока что изображают в виде такой сардельки. Множество вершин. Теперь давайте в этом множестве выберем любое подмножество независимое, которое имеет максимальную мощность. Значит, пусть дубль V это такое подмножество V, что мощность этого подмножества, то есть количество элементов в нем, это в точности альфа от H, которое в условиях нашей задачки равняется K. Вот понятно, что максимальное по мощности независимое множество, оно тоже не обязано быть единственным. Поэтому я аккуратно говорю, возьмем любое самое большое независимое множество, содержащее, конечно, ровно K элементов просто по определению. Значит, это множество я условно вот так вот изображу и назову его подсарделькой. Это тоже такая вот шуточная традиция. Вот у нас есть сарделька, сарделька — это множество вершин нашего графа, а в нем выбрано подмножество. Вот оно, соответственно, является подсарделькой, которую мы обозначили дубль V, и внутри этой подсардельки ни одного ребра нет, потому что это не просто подсарделька, а это независимое множество вершин. Теперь смотрите, какое сразу приходит в голову очень простое соображение, и на самом деле я подвожу к нему очень долго, рассказываю какие-то определения. В принципе, его можно было сразу сказать, никаких определений не давая. Но смотрите, вот мы берем любую вершину X, которая, так вот здесь я тоже напишу X, которая принадлежит разности между множествами V и W, то есть не принадлежит W, но при этом является вершиной нашего графа. В очередной раз напоминаю, вершина — это лингвист, вершина — это тройка языков, это три элемента из множества от единицы до N, но на этой картине я ее изображаю, как водится, какой-то там точкой, и обозначаю буковкой X. Вот мне важно, что она не принадлежит W. Что я точно могу сказать? Смотрите, W — это самое большое, ну, вернее, одно из самых больших, да? Самое большое по размеру независимое множество. Вот X вне его. Если бы мы могли добавить к W вот эту вершинку X и сохранить независимость, это противоречило бы максимальности W. W — самое большое. Но это означает, что из вершинки X хотя бы одно ребро внутрь W обязательно идет. То есть вот такая вот история точно случается. Если бы из X внутрь W ни одного ребра не шло, если бы вот этой картинки не было на свете, то мы могли бы к W добавить вершину X, получилось бы еще большее множество, в котором по-прежнему не было бы ребер. Потому что в W внутри ребер нет по определению. И если бы мы предположили, что этого ребра тоже нет, ни одного вообще, то мы спокойно могли бы объединить W и вот эту вершинку и получить еще большее независимое множество. Но мы-то знаем, что W самое большое по мощности. Поэтому картинка именно такая. И вообще говоря, могут быть, конечно, еще какие-то ребра, которые из этой вершины X, как мостики, идут внутрь подсардельки, так сказать. Внутрь вот этого островка W. Ну, могут быть, а могут и не быть. Вот если не думать про то, что могут быть какие-то дополнительные ребра, а пользоваться только вот этим очень простым соображением о том, что каждая вершина, находящаяся вне подсардельки W, имеет хотя бы одну соседку внутри множества W. Вот если только этим соображением пользоваться, сколько мы уже с гарантией нашли ребер? Видите, каждая вершина из вот этой полосочки, из W минус W, соединена хотя бы одним мостиком с W, и понятно, эти все мостики-то разные, потому что концы разные. То есть таким образом, давайте я тут напишу то, что у нас получилось. Существует Y из W такая, что пара XY является ребром. Ну, это вот формальная запись того, что есть хотя бы один мостик, хотя бы одно ребро, которое из X проходит внутрь подсардельки. Это вот формальная запись. Так вот отсюда, конечно, в свою очередь следует, что ваш не меньше, чем мощность W минус мощность W ребер. Ну, еще раз, каждая вершина, которая находится в этой разности, отправляет хотя бы одно ребро внутрь W, все эти ребра различные, поэтому мы как минимум гарантировали себе в нашем графе наличие не менее, чем вот такого количества ребер. Столько есть вершин внутри вот этой полоски, вот таких вот X, для которых существует Y, с которой они, в свою очередь, соединены ребром. Вот столько ребер мы гарантировали, но давайте я это перепишу в обозначениях задачи. Мощность W, это у нас M, количество вершин в графе. Мощность W, это у нас K, это прямо здесь зафиксировано. Значит, мы гарантировали, на самом деле, не менее, чем столько ребер в нашем графе. Но теперь вспоминаем, 11N не превосходит K, не превосходит M пополам. Зачем вот это? Вообще не понятно. При этом K не превосходит M пополам. То есть теоретически, в рамках этих условий может случиться несчастье. Может случиться, что K в точности равняется M пополам. И вот в этой скверной, так сказать, экстремальной ситуации, которая никак не исключена указанными условиями, у нас вот эта разность получится просто равной M пополам. И это совсем не M помножить на N, о которых мы мечтали, когда формулировали задачку. Помните, мы же стремимся доказать, что ребер в нашем графе никак не меньше, чем M помножить на N. А пока мы в лучшем случае доказали, ну в худшем случае доказали вот это. В худшем случае, да. Ну в лучшем случае тоже непонятно, что какой-то 11N вычтется из M. Чем это классно? Это тоже непонятно. Ну смотрите, сейчас будет катарсис. Катарсис – это преодоление трагедии, так сказать, и получение в результате просветления души, так сказать, и духа. Вот. Ну хорошо. Значит, как же можно улучшить-то оценку? А улучшить, наверное, можно как раз за счет вот этих многоточий. То есть, наверное, наша задача показать, что на самом деле из каждой вершинки X, которая принадлежит V минус W, выходит не одно ребро внутрь W, а целая куча. То есть, на самом деле, есть еще одно, еще одно, там еще одно и так далее. И этих ребер много. Ну, наверное, вы догадываетесь, сколько хотелось бы иметь таких ребер, выходящих из каждой вершины X, чтобы вместо вот этой оценки M пополам получить вожделенное M умножить на N. Ну, вроде, совершенно понятно. 2N, правда? Если бы вот такая вот плетка, да, имела 2NN хвостиков, 2N хвостиков, и так было бы для каждой вершинки, то мы количество этих вершинок, которые не меньше, чем M пополам, даже в худшем случае, не меньше, чем M пополам, умножили бы на количество хвостиков, и если бы их оказалось 2N, 2N умножить на M пополам дало бы вожделенную задачу оценку. Вот откуда только это следует, это 2N. Сейчас разберемся. Так, ну, наверное, я еще раз нарисую картину. Теперь давайте рассмотрим любую вершину Z, также принадлежащую, как Y множеству W, и при этом предположим, что эта вершина Z не имеет ребра, идущего в X. Но, смотрите, W — это независимое множество вершин, поэтому между Z и Y тоже ребра нет. Это же независимое множество. Видите, вот здесь ребра нет, а здесь мы предположили, что его нет. Теперь давайте еще раз вспомним структуру, так сказать, этих вершин. X — это тройка языков. Это три числа из множества от единицы до N. Y — это тоже три числа из множества от единицы до N. И Z — это тоже три числа из множества от единицы до N. Вот давайте я эти тройки как-нибудь отдельно здесь нарисую. Значит, вот у нас есть и X. Ой, сейчас поднажму. Есть X — это три числа. Вот такой тоже сарделечкой махонькой нарисую, но природа этой сарделечки другая. Это три языка, которые знает лингвист с именем X. Вот эта вершина X — это лингвист, знающий три языка. Вот соответствующую такую крохотную сарделечку я отдельно нарисовал. Теперь, смотрите, X и Y соединены ребром. Значит, соответствующие тройки языков не пересекаются. Вспоминайте условия задачи. Поэтому Y я рисую вот так. И это тоже три языка, но это три совершенно других языка. То есть у нас есть вот такая вот лохань, условно говоря. Это числа 1, 2 и так далее N. И в этой лохани находятся две непересекающиеся маленькие сарделечки троечки языков, отвечающих лингвистам, X и Y, вершинам X и Y нашего графа H. Осталось понять, как устроена вершина Z в наших предположениях. Она не соединена ребром с Y. Что это значит? Это значит, что она пересекается с множеством Y, имеет общие элементы. И то же самое верно про X. Z не соединена, согласно нашему предположению, с вершиной X. Поэтому Z имеет общий элемент SX. Тройка языков, отвечающих лингвисту Z, она имеет как минимум один общий элемент с X и как минимум один общий элемент с Y. Утверждение таких вершин троек Z, ну точно не больше, или даже строго меньше, чем 9 помножить на N. Ну смотрите, она черпает хотя бы один элемент отсюда, это делается, ну как, тремя способами, да? Она черпает хотя бы один элемент отсюда, это тоже делается тремя способами. За счет независимости трижды три — это девять способов выбрать хотя бы ровно один элемент отсюда и ровно один элемент отсюда. А дальше, желая построить такую тройку Z, мы должны добавить еще один третий элемент, чтобы ее сформировать. Один отсюда уже взяли, один отсюда уже взяли. должны добавить третий элемент. Мы можем взять его отсюда, можем взять отсюда, можем взять извне, но в любом случае количество способов добавить его уж никак не больше, чем n. Сейчас, товарищи, вот это вот как по темпу, а? Мы считаем, сколькими способами можно выбрать тройку z, лингвиста z, который и с y не соединен ребром, и с x не соединен ребром. То есть выбрать такую тройку, которая и с вот этой троечкой пересекается, и с вот этой троечкой пересекается. Я оцениваю сверху количество способов выбрать такую тройку z. Следующим образом, я беру произвольный элемент из x, это делается одним из трех способов. Произвольный элемент из y, это независимо делается еще одним из трех способов, и того способов получается трижды три девять. А дальше третий элемент вот в эту тройку z, в вершинку z, я выбираю произвольно из оставшихся, ну на самом деле он минус двух, конечно. То есть вот вы можете меня поправить и сказать, наверное, здесь девять n минус два, можно сказать, потому что мы отсюда элемент выбрали, отсюда элемент выбрали. Естественно, добавлять мы можем только из n минус двух оставшихся, причем можем и вот этот взять, и вот этот, ибо нам нужна такая тройка, которая пересекает не менее чем по одному элементу и вот эту тройку, и вот эту тройку. Ну, можно вообще аккуратно посчитать, сколько таких троек существует, но это точно не больше или даже строго меньше, чем девять помножить на n. Вот. Ну, надеюсь, что я понятно объяснил. И, товарищи, вот тут наступает катарсис. Смотрите, k не меньше, чем одиннадцать n, а способов выбрать тройку z внутри w, которая имеет мощность k, их не больше, чем девять n. Значит, есть хотя бы два n вершинок внутри w, которые таки соединены ребром с x. Хотя бы два n. Но это все. Это ровно то, чего мы хотели. У каждой вершины x, оказывается, есть как минимум два n соседей внутри w. Еще раз, w имеет размер не меньше, чем одиннадцать n, а количество способов выбрать вершину z внутри w. Так, чтобы эта вершина z не была соединена ребром с x не больше, чем девять n. Значит, есть как минимум два n оставшихся вершин внутри w, каждая из которых с x соединена. И это верно для любого x и количество таких x не меньше, чем m пополам. У нас m пополам x. У каждого, как мы выяснили, как минимум два n соседей. Два n times m пополам умножить на m пополам равняется m умножить на n. Вот оно, зачем было одиннадцать n-то. Ну, такая вот удивительная вещь. Ну, надеюсь, что было понятно, что я не смазал концовку, меня прорвало, потому что катарсис, да? Ну, вроде все на доске видно. Думаете? И счет у нас становится 4-4. Знатоки, авторы. Ну что ж, выглядит как отличный повод для матча-реванша. На этом все. Спасибо, что смотрели на столько времени. И сори, если мозг пострадал. Но ему это на пользу. Как всегда, ждем ваши отзывы и идеи в комментариях. И начинаем работать над новым шоу. Ну все, снято. Всем спасибо. Тут попросили, тут попросили кое-что в чате. Ой, давайте не будем это.